Субтитры создавал DimaTorzok И души, и мы поздравляем вас с началом весны, желаем вам И наши мартовские болгарские сезоны мы решили посвятить новой болгарской музыке Сегодня у нас в программе замечательные, выдающиеся музыканты Это дуэт Павел и Милена Златарова Добрый день Здравствуйте Здравствуйте С нами, как всегда, эксперт Болгарского культурного института в Москве Кандидат искусствоведения Майя Промотарова Майя, здравствуй Здравствуйте И для нас сегодня будет переводить филолог Мария Ширяева Здравствуйте, Мария Здравствуйте Обычно я передаю слово Майе Промотаровой Сегодня мы сделаем такое весеннее исключение И я бы хотела вам показать фотографии с концертов Милены и Павла Златаровых И сделать некую такую фото-карусель Пожалуйста, фото на экран Продолжение следует... Продолжение следует... Большое спасибо Я вижу, что уже достаточно наших зрителей подключается и в социальных сетях И на портале Культура РФ Я бы хотела передать слово для начала беседы Эксперту Болгарского культурного института Майе Промотаровой Майечка, тебе слово Большое спасибо Большое спасибо Павел, Милена, что вы с нами Мария, Катя и все люди, которые не видны на экране, но вместе с нами И я очень благодарна этой фото-карусели, потому что она, в общем-то, припомнила и мне, и нашим зрителям, что Павла и Милена Златаровы были гостями в Москве Вы, если заметили, был такой кадр перед музеем Чайковский Москва Вместе с их двумя коллегами из квартета филармоника Анна Иванова и Иван Лалев Они замечательно выступили этим квартетом, пожалуй, два года назад А потом я пыталась угадывать, где делали съемки И, в общем-то, было заметно, что была и Япония Конечно, были кадры из Софийской филармонии, где наши оба гости работают Павел Златаров работает концертмейстером А Милена Златарова концертмейстером в Альтов Давайте мы еще попытаемся подумать, где они еще выступали Наверное, на каких-то просветительских детских событиях Потому что мы их заметили в костюмах И как на корточках сидит Павел и играет на скрипке Скрипка и Альт – это наши гости сегодня Милена и Павел Они оба родились в семье не музыкантов Но, видимо, их интерес к музыке был таковой Что родители рано им дали скрипки в руках Пятилетними они начали заниматься музыкой Потом у них были великолепные учителя, великолепные академии И началась их карьера не только в Болгарии, а и по миру Три десятка стран они объездили, четыре континента Тунис, Турция, Италия, Узбекистан Много-много-много стран И везде по миру они встречались с другими замечательными музыкантами Они выступали вместе с Рождественским, с Ростроповичем С Ларином Мазель и с Хусе Кура Сегодня мы можем немножко об этом еще поговорить И, конечно, мы поговорим о музыканте Как он себя чувствует сегодня Когда вызовов перед его профессией Действительно очень много после этого постковидного года И чтобы не отнимать времени Чтобы осталось больше времени для музыки Я спрошу и попрошу чуть выше показать ваши инструменты Это у Павла в руках, как я понимаю, скрипка В руках у Милены Альт Павел, давай расскажи, что за скрипка у тебя в руках? Та за тигулка – итальянский инструмент от крайного 18 века Это скрипно-итальянский инструмент с конца 18 века Тя не е моя Она не моя Тя е собственост на Софийска филхармония Это собствена Софийска филхармония И ми беше предадена от ръце в ръце От предишния концерт майстер на филхармонията Ангел Станков Ангел Станков, предыдущий концентмейстер филхармонии Передал мне ее из рук в руки Интересното за този чудесен инструмент е, че всъщност никой не помни как той се е появил в Софийска филхармония Самое интересное, что можно сказать об этом инструмент е, что никто не помнит как он появился в Софийска филхармония Да, и аз съм много щастлив, че той е в моите ръце и чакам да го предам в ръцете на следващия млад концерт майстер И я очень щастлив, что этот инструмент попал мне в руки и я буду рад передать его следующему концерт майстеру Виоот е инструмента е мой собствен, имам го в 2002 година Виоот е френска, майстерская изработка Этот инструмент, альт, он мой собственный, он мне принадлежит с 2002 года Родом из Франции, был изготовлен мастером Никакой интересной истории, к сожалению, я об инструменте рассказать не могу У меня нет информации, как он оказался в Болгарии Но съм много щастлива, че попадна в моите ръце, защото това е един прекрасен инструмент, който напълно му удовлетворява Но я очень счастлива, что этот инструмент попал мне в руки Это прекрасный инструмент, который полностью меня удовлетворяет Спасибо, Милена, спасибо, Павел Если вы замечаете, наши дорогие зрители, за их спиной написаны буквы читалиште.то Наши музыканты находятся в Софии, в так называемом читалиште Может быть, самое близкое по переводу – это культурный центр Это места, которые возникли еще во времена возрождения, где люди учились писать, где заражались первые спектакли, первые оркестры И в этом есть некий такой символ преемственности, который мы видим Я им благодарна, что они находятся в этом месте И почему дуэт у них был более востребован сейчас, в этом году, и в чем вообще вызовы перед их профессией в этом сложенном периоде? Может быть, вы расскажете немножко больше о том, что быть музыкантом тогда, когда полмира уже реально встречается с публикой онлайн? Миналата година беше много тежка за всички музыканти по света Проще год было очень тяжело для всех музыкантов в мире Някои просто загубиха работата си Некоторые потеряли работу А другие, като нас, които имаме привилегията да бъдем в държавна институция, продължихме да работим на праздни дали А другие, такие как мы, которые работают в государственном учреждении, в государственной структури, мы работали при пустых залах За счастье, Софийската филармония имаше техническа възможност да излъчва онлайн нашите концерти К счастье, у Софийска филармония была така и техническа възможност да транслироват наше възступление онлайн И по този начин ние успяхме да запазим връзката с публиката И таким образом нам удалось сохранить связь с публика Беше много трудно в началото, защото нямаше никаква информация за това колко ще продължи тази ситуация И беше просто животът на музикант и беше прерязан като с нож Това доведе до много голям хаос и объртване Но это привело к хаосу, к самотохи общи Никой не знаеше какво да прави И ние, гледайки нашите колеги в западните оркестрите, че започват да се ориентират към онлайн излъчвания Говорихме с ръководството на филармонията И всъщност първата част от концерта, който днес ще чуете Беше направена за две седмици, т.е. в началото на пандемията Благодаря на тази ситуация, много искахме да останем на повърхността Да се вижда това, което празва И никто не знал, что делать И мы смотрели на опыт наших западных колег Увидели, что они стали выходить онлайн, стали транслироваться онлайн Мы поговорили с ръководством филармонии И первый концерт, который ви увидите, первый отрывок Был сделан, был записан как раз в первые недели этой пандемии Мы старалися бить на плаву, держаться на плаву И старалися не терять своя публика Да, аз бих добавила, че нестина музиката Исключительно много ни помогна в първите месеци Да съхраним психичното си здраве Я бы хотела добавить, что музыка в первые месяцы Пандемии нам помогла сохранить психическое здоровье Защото макар ситуацията в момента да не е много по-добра Все пак имаме повече информация И някакси след една година всички малко или много сме се адаптирали Потому что и сейчас, хоть нельзя говорить о каком-то качественном улучении Все равно у нас больше информации И мы так или иначе за год смогли адаптироваться к этим условиям Но в началото беше много страшно и беше шок Разбира се за всички И ние се чувствихме просто как да се справим Защото музиканта се чувства ненужен, когато не е на сцене И решихме, че ще свирим във къщи Ще се възползвам от възможността да отделим повече време за солово свирене Което иначе винаги не достига И мы решили играть дома, тренироваться дома И большее внимание уделить соловому исполнению И обычно нам времени на это не хватает И така се роди идея за нашия концерт на правен зал И так появилась идея нашего концерта при пустом зале Интересно е, че след този концерт Много други колеги изразиха желание да концертират същото И всъщност ние продължихме, т.е. възродихме сезона на филхармонията С съвсем нова програма, с камерни концерти И успяхме да останем да се вижда, че правим нещо Защото страхът, че професията може да загине Сама-то професивна музиканта Интересно, что после нашего выступления много других колег нас поддержали Захотели тоже участвовать И у нас получилось возродить программу филхармонии в другом формате Совершенно с новыми номерами Потому что страх, что мы останемся ненужными, был очень сильным Спасибо большое Я подумала, а как вы репетировали? Все-таки вы два музыканта в вашей квартире Насколько я знаю, там еще и ученики в доме И, допустим, у вас разные программы, когда дуэтом То еще как-то могу себе представить А как вы работаете, когда у вас разные программы? Некоторые хора бяха привилегированы да свирят в холла А другие хора имаха привилегия да свирят в кухне А у некоторых, тут показывает нам Елена, была привилегия играть в гостиной А некоторым пришлось репетировать в кухне Спасибо, Павел Давайте вернемся чуть-чуть назад Я уже упомянула, что вы оба работали в оркестре фонда Тасканини И в Италии И там вы работали с крупнейшими музыкантами Что было такое? Что вас, в общем-то, там впечатлило? Что было другим? Что осталось до сих пор важным для вас из того времени? Я бы начала с того, что мы очень любим Италию И в Италии всички много обичат музыката А в Италии все очень любят музыку И има много хубави и вкусни неща Като чудесно кафе и сладолет Там еще очень много всякие вкусности Прекрасни кофе, фрукты Разбира се, да не говорим за културните забележителности и историята на страната Не говоря об культурных достопримечательностях, об истории в стране Така че ние бяхме повечето счастливи да получим покана в този оркестр, който тук още се сформираше на името на големия диригент Артур Тасканини Так что мы были очень счастливы получить приглашение в този оркестр, который на тот момент формировался и носил имя Артур Тасканини, великого дирижора Връзката между нас и колегите от Италия направили всъщност големия български диригент Юлиан Ковачев, който беше няколко години главен диригент на Софийска филармония Юлиан Ковачев бъл тот человеком, таким мостиком, который перекинул связь мир из Българии в Италию, он бъл главным дирижором Софийска филармония долги годи И благодарение на него ние участвах мощно от първите концерти на този млад оркестр, където имаше, разбира си, колеги от много други страни Благодаря ему мы смогли принять участие в перво концерта в Младова оркестра и в нём участвали колеги из други страны Беше едно чудесно преживяване, защото точно по това време България току-що излизаше от, може би, най-тежката економическа криза от 100 години на само Для нас это было прекрасное преживание, прекрасно опыт, потому что в то време България выходила из економического кризиса, може би, одного из самых тяжелых за 100 лет И нямаше никаква възбожност културния живот да бъде обогатен с имена като това на Лори Мазел, Тестинския Растропович и така И не бъл никакой възможност обогатить культурна жизнь в България такими великими именами как Растропович, Мазел и другими За това за нас беше едно чудо просто това, че отидохме, попаднахме в един прекрасен град Какъвто е Парма среди прекрасни музиканти, защото селекцията беше много силна на оркестра и пред нас е изправил Лори Мазел Так что для меня это было просто как чудо попасть во-первых в прекрасный город Парма Во-вторых оказаться среди великих музикантов, потому что выбор этих музикантов бъл очень впечатляющим и я была очень рада там оказаться Не може да се опиши с думи всичко в професията на музиканта, така че да го разберат хора, които не се занимават с музика Но общуването с музиканти от ранга на Лорин Мазел е равно на священодействие Вообще в професия музиканта и все, чем занимается музикант, словами е писать трудно Особенно для людей, кто не знаком с этой професией, но общение с Лорино Мазелом было как священо действие Прикосновение къв творчество и къв музыке это что-то с родни чудо С Ростропович беше много интересна срещата ни, защото той много се зарадва, че се среща с двама млади човека от България С Ростроповича му встреча была оказалась очень интересна, но очень обрадовал се, что имеет возможность встретиться с двумя молодими людьми из България И естественно не пропусна възможността да се пошегува И конечно не упустил възможности пошутить И каза, че о, аз много обичам България, но там же не писа много опасна, защото казва да и не Игорь сказал да, я лично очень люблю Българию, но там женщины очень опасны, потому что да, они говорят вот так, а нет вот так Спасибо Павел, спасибо Милиана и всех упомянутых вами музыкантов Я имела счастье общаться только один вечер в своей жизни с Рождественским и могу конечно понять, что соприкосновение с такими людьми, это как космические какие-то люди, это обогащает на всю жизнь Даже один вечер для меня оказался очень важным У меня такой еще к вам вопрос, мне очень любопытно Вы выступаете то, как концертмейстеры, то как сольные исполнители, вот у Павла были сольные концерты и в Софийской филармонии, и в Плодевской с многими филармониями, у Милены тоже, то как участники квартета, то сейчас уже дуэтом работаете, а иногда работаете просветителями Неужели професии уже музыканта в наше время предполагают все эти функции или просто у вас такой ключ к професии? Професията на музыканта много се промени с времето, а също с появата на новите технологии, на информационните технологии, всъщност нашата професия изостана от развитието на технологията Професия музыканта очень изменилась в последнее время, особенно с появлением нових информационных технологий, можно сказать, что мы даже отстаем от этих информационных технологий Да, и в началото беше много трудно, защото се получи един отлив на публиката от нашите зали И сначала было очень трудно, мы наблюдали как публика отливает волной из залов Защото се появика много нови начини на развлечения Потому что появилось очень много других способов в развлечения И на нас се наложи да се адаптираме много бързо и за щастие ми се научихме и се учим в момента в движение да използваме новите технологии и новите форми на общуване с публиката, за да върнем обратно тази публика в заловка И нам пришлось учиться как адаптироваться к новым обстоятельствам и ситуациям И мы научились и еще учимся как использовать нови и современные технологии в нашем деле И чтобы вернуть публику в зала Една от най-важните форми, които успяваме да използваме в момента и тази форма е на детските образователности в концерти Защото всъщност ние посяваме семето на класическата музика в едно ново поколение Одна из самых важных форм, которые мы смогли вернуть в зала, это детские образовательные концерти И что они нам дают, мы засеиваем семечка класической музыки в совсем молодое публику, маленький дед Да, нашия формат, който използваме в Софийска филхармония е много гъвкъв Ние разказваме на децата приказка с помощта на известни наши актьори И с помощта на оркестра на филхармонията, по-голям или по-малък И всъщност в рамките на един час децата едновременно се забавляват И същото време научават нови неща за музикалните инструменти и класическата музика Тот формат, который мы используем в Софийска филхармония, очень гибкий Мы рассказываем обычно сказку с помощью известных българских актьоров Подключается или весь оркестр в каком-то сокращенном составе И следует сюжет, развлекаясь, детки узнают какой-то новой информацией в инструментах и о том как они звучат И за това на мен ми се наложи да се преквалифицирам от Цигулар, концертмайстер, камерни исполнител В Цигулар, камерни исполнител, диригент и актер Поэтому мне пришлось переквалифицироваться из скрипача, концертмейстера В скрипача, концертмейстера и еще и актера и дирижера Ано Лене, на мен ми се наложи да се преквалифицирам като барбарон Мне пришлось превратиться в барбарона Да, в приказка имах огромното удоволствие да разкажем детата приказка за Виолата И тогава ми се наложили да влязла и в ампуату малко на актер Да, потому что передо мной стал такой вызов И я получила огромное удовольствие, когда рассказывала детям сказку о Бальте И тогда пришлось стать и актером Я знаю, как вы хорошо рассказываете, потому что я помню нашу замечательную экскурсию В Российском национальном музее музыки Когда вы мне показывали и рассказывали о Виоле Диаморе И много о чем я узнала от вас И давайте вернемся в это время, когда вы уже как часть квартета «Филхармоника» были в Москве Чуть-чуть расскажите об этом квартете, пожалуйста Ты ни връщаш към страхотен спомен наистина Един от най-вълнуващите концерти, които сме имали И първо самия повод, по който беше концерт Дени на народните водители, един от най-големите български празници Ты нас возвращаешь прекрасния воспоминания Это был очень вълнувающий концерт Кроме того и сам повод, по которому мы давали этот концерт Был для нас очень вълнительным, один из прекраснейших българских празников Дени народных водителей Имахме възможност да представим пред московската публика както българска, така и советска Перед публика у нас была уникальна възможно представить как българска музыка, так и советска С произведения от Марин Големино, Милчо Левиев и Дмитрий Шостакович Там были произведения Големинова и Милчо Левиева и Дмитрий Шостакович Разбира се, бяхме много радостни, че можем да представим българска музыка Конечно, да, конечно, ми очень были рады представить българска музыка в Москве Но искам да ви призная, че ми беше доста страшно да представим руска музыка и то специално този оппозитор Шостакович Там, където той сами е живял толкова години Но я должна признати, нам было очень страшно представить руски публики, руска музыка, причем именно Шостаковича в том месте, где он сам жил Това беше като така един връз, който трябваше да изкачима Ито бъла така вершина, на каторой нам представил за братца От друга страна беше много голямо удоволствие това, че представихме именно квартета на Мил Чулевиев, с който ние за 20 години общуваме Имаме щастието да общуваме с този гений, който, за съжаление, не напусна За съжаление, на класическите музиканти Мил Чулевиев е известен повече като джазов музикант и композитор И всъщност прекрасната му соната за цибулка и пиано и квартетът единствен, който, за съжаление, са ранни студентски произведения И, к съжаление, его прекрасна е соната для скрипки и фортепиано, его квартет единствен и квартетът е его ранни студенчески произведения Още в тях обаче личи огромната му музикална ерудиция и негови музикални гения Хотя уже в них заметна его огромна музикальна ерудиция и его музикальни гения Спасибо, Павел, спасибо, Милена Павел, только, может быть, ты добавиш, насколько мне известно, Мил Чулевиев присутствовал на репетициях ваших своего произведения в Болгарии Чутени последние его дни были тогда И что он сказал? О, той беше много щастлив и даже не имаме едно малко видео за лична оботреба В което той казваше, че колко е щастлив да чуя фортеп изпълнен по един добър начин И че ако има някакви недостатъци в това испълнение, за всичко е виновен композиторът Левиев Он был очень щастлив услышать квартет и даже мы сняли маленькое видео для личного пользования, в котором он говорит, что я так щастлив И услышать квартет в таком прекрасном исполнении, если были какие-то маленькие недостатки во всем надо обвинять композитора Мил Чулевиева У него было замечательное чувство юмора, редкое сочетание юмора и гениальности музыканта И я думаю, что это было счастье для московской публики услышать это произведение, этот струнный квартет И все это состоялось в рамках программы «Новая болгарская музыка», которую Болгарский культурный институт продолжает уже и сегодня, несмотря на тяжелую ситуацию У нас недавно были гости коллеги ваши, Петер Македонский, Надежда Цанова, которые продолжили эту эстафету болгарской музыки в Москве Катя смотрит на меня, по-моему, уже подсказываешь Да, дорогие друзья, я предлагаю приблизиться к новой болгарской музыке, к замечательным музыкантам, к их исполнению Передать, может быть, слово Павлу, для того, чтобы он представил первые композиции Итак, я начинаю говорить по-русски Ура! Прекрасно! Первая половина сегодняшнего концерта занимает отрывки из нашего концерта, который мы играли в начале пандемии То есть 10 дней после закрывания всех культурных институтов В нем сегодня вы услышите вторую и третью часть из дуэта Моцарта для скрипки Альтар И несколько маленьких пиес из цикла Бартука для двух скрипок, которые мы на скорую руку переложили для скрипки Альтар Внимание на экран! Внимание на экран! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Итак, переходим к второй части нашего концерта, в которой к нам присоединяются наши коллеги Иванова и Иван Владимиров. в составе квартета «Филхармоника». Это концерт, после которого мы познакомились с Майей Промазаровой и получили приглашение в Москву. Да, было такое. Вы услышите два отрывка. Первая – это будет две части из пяти эскизов Марина Гуллиминова. «Жатва» и «Танец». Интересно то, что «Танец» написан, я сейчас считал, там размер 14-16, очень интересный болгарский сложный ритм. Очень эффектная, красивая кеса. А второе произведение – снова две части, вторая и третья часть из квартета «Мил Чулебева». Приятного слушания. обычная музыка Светлана Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok